МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс заявляется все больше молодежи. А теперь подробнее. Правительство Ямала вводит дополнительные меры поддержки для северян, ветеранов специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины, а также членов семей погибших бойцов. Они получат право на первоочередное получение окружных мер жилищной поддержки. Соответствующее решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Мы приняли решение о предоставлении вне очереди, приоритет на предоставлении по нашим основным жилищным программам. Это молодые семьи, по линии земельных участков, также по программе сотрудничества. Семьи с участниками боевых действий будут иметь абсолютный приоритет. Необходимые документы правительство подготовит в ближайшее время. По программе сотрудничества ямальцы могут переехать в Тиминскую область. Молодые семьи имеют право на жилищный сертификат, который можно использовать на погашение ипотеки, либо вложить в покупку квартиры. А для многодетных семей на Ямале предоставляется денежная выплата взамен жилищного участка. 11 аэропортов Юга России не будут принимать пассажирские самолеты до 7 мая. Такое решение в очередной раз приняла Росавиация. В зоне ограничений остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них самолеты принимают аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Центробанк понизил ключевую ставку до 14% годовых с 17%, установленных в начале апреля. Решение об этом принял Совет директоров Банка России в пятницу 29 апреля. Напомню, в начале апреля ставку также понизили до 17%. А в конце февраля, после начала спецоперации на Украине, Центробанк резко повысил показатель до 20% годовых. На этой неделе в городах и поселках Ямала стартуют субботники. Генеральную уборку планируют начать с общественных территорий. 1 мая в Новом Уренгое блюстители чистоты хотят прибрать территории городских мемориалов. В дальнейшем волонтеры, сотрудники организации и предприятий, представители власти и просто неравнодушные жители уберут не только центральные улицы и площади, но и дальние улочки и леса. Нуждаются в субботниках и придымовые территории, и детские площадки, которые после схода снега представляют собой жалкое зрелище. Коммунальным службам поручили активнее привлекать население к общественным уборкам и мелкому посильному ремонту. Сорганизуйте жителей, они тоже в этом с удовольствием примут участие. Кроме того, есть опыт, когда вы привлекаете жителей не только к санитарной очистке, но и к мелкому ремонту даже, тех же детских площадок. Кто-то вышел там с гвоздями, кто-то принес молоток. Все это должно быть сорганизовано. С вашей помощью заранее пройдите, посмотрите, что жители могут сделать, и предложите им это сделать. Если они к вам обращаются за расходными материалами, не отказывайте. Скажите, да, мы принесем, условно говоря, суббота, ближайшая, или какая суббота вы наметите, мы принесем расходные материалы, молотки, все. До массовых уборов коммунальщикам нужно провести ревизию своего придомового имущества. Заменить плохие урны, если имеющиеся не подлежат восстановлению. Разобраться нужно и с покосившимися заборами. Ограждение детских площадок, ограждение придомовых территорий, это несложно тоже красить. Но ограждения должны быть отремонтированы. Не надо красить то, где оно развалено, где оно разбито, где в зимний период подрядчик проходил, сломал это ограждение. По нашему контракту подрядчик должен ограждение восстановить. Если вы видите такое ограждение, вы знаете, кому позвонить, кто наши подрядчики, и попросить их в ближайшее время, до проведения субботника, выйти и отремонтировать. Это будет либо новая секция, либо это восстановленное тоже ограждение. Окраску возьмите на себя. Администрация пообещала до 9 мая вывести из Новоуренгойских дворов очередную порцию строительного мусора, который горожане продолжают складировать под подъездами, вместо того, чтобы утилизировать за свой счет. В будущем в городе появится подрядчик, ответственный за строительный хлам. А пока аукцион на вывоз не состоялся, помогать с уборкой будет сам город. Под мусорную амнистию попадут и покрышки, которые вместо подснежников традиционно стихийно повсюду появляются в мае и начале июня. По правилам, старую резину нельзя выбрасывать на полигон твердых бытовых отходов. Резину нужно платно сдавать в экотехнологии. Активизироваться с уборкой заставят и предпринимателей. Глава Новоуренгой поручил ответственным проверить территории у магазинов. Неделя вам на то, как раз выходные, с муниципальным контролем, объехать магазины территории, не заходя в сами. Сделать фотографирование территории. Работа начинала, вы же дали команду. Прямо с привязками к магазину, к адресу. Значит, в четверг это в виде фотопрезентации подготовить и вызвать сюда на совещание. Значит, мы управляющих этих магазинов, директоров, представителей. О складировании у домов строительного мусора и покрышек новоуренгойцы могут сообщить по телефону 22 18 85. Власти намерены максимально вывести все за майские выходные, чтобы один из главных праздников нашей страны не омрачали залежи отходов, которые оставляют после себя люди. Количество мест в трудовых отрядах главы Новоуренгой в этом летнем сезоне увеличат 2,5 раза. Потрудиться на благо родного города смогут за весь сезон 546 подростков. Ребят привлекут к общественно полезной деятельности, уборке территорий, проведению культурно-массовых мероприятий. Заявочная кампания для участия льготных категорий уже стартовала. Подать документы на общих основаниях можно с 11 мая. Обычно желающих попасть в отряды главы столько, что места разлетаются моментально. Ознакомиться с перечнем документов можно в памятке на сайте Департамента социальной политики. Участников отряда оформят официально на рабочее место с включением сроков в трудовой стаж. В 2021 году за одну экологическую смену подросткам платили 23 тысячи рублей. За последние сутки коронавирусом заболел 21 ямалец. Летальных исходов нет. В тяжелом состоянии в больницах сейчас находится 6 человек. Суточный прирост по России более 7 тысяч новых случаев коронавируса. 161 человек скончался. Пошли на поправку более 11 тысяч россиян. Конкурс на звании лучшего электросварщика «Газпромдобыча уренгой» проходит раз в два года. Из-за пандемии его не проводили уже три. Поэтому сегодняшняя встреча долгожданная и для конкурсантов, и для жюри. В испытаниях участвуют 17 человек из семи филиалов предприятия. Все они предварительно стали победителями в своих подразделениях. С условиями конкурса знакомят заранее. За пару недель конкурсанты получают технологическую карту практического задания, чтобы было время попрактиковаться в привычных условиях. После жеребьевки первая пятерка отправляется в цех. Остальные в аудиторию на теоретический этап. Мы поднимаем здесь вопросы только технологии. Мы стараемся узнать, как знают ребята теоретическую часть технологии, и как они на практике это все дело осваивают. Тем временем в сварочном цехе идет подготовка к практическому заданию. Конкурсанты знакомятся с оборудованием, условиями труда, продумывают тактику работы. По готовности участник дает отмашку и приступает к работе. С этой минуты есть два часа, чтобы выполнить стыковое соединение трубы диаметром 530 мм, ручной, туговой сваркой. С каждым годом на конкурс приходит все больше молодежи. Сегодня половина испытуемых в возрасте до 35 лет. Они уже мастерски владеют профессией и способны составить конкуренцию более опытным сварщикам. После двух конкурсных дней жюри подводит итог. Воспитания были очень напряженные, закрыты все конкурсные ведомости, оформлены итоговые протоколы. Мы готовы будем огласить результаты конкурса и определить все-таки самого лучшего сварщика «Газпром-пубыча» в ГОИ 2022 года. Профсоюзная организация всегда поддерживает и будет поддерживать конкурсы профессионального мастерства. В этом году их 13. На нижнюю ступень Пегестала зашли Султан Исенгулов из УГПУ, Ильнур Хананов ЛПУ и Дмитрий Кондратюк НГДУ. Второе место присвоено Сергею Крупкину УГПУ и Владимиру Худалей УТТ-СТ. Кроме того, Владимир Худалей признан самым перспективным электросварщиком предприятия. Лучшим сварщиком «Газпром-добыча» уренгой стал Александр Чувейн из УГПУ, взявший первое место в аналогичном конкурсе 2019. Конкуренты были все серьезные. Желаю, чтобы в будущем у всех, у каждого тоже получилось что-то, потому что каждый сюда приходил за победой. Ну, каждый как бы где-то что-то все-таки нервы, где-то что-то какое-то волнение. Ну, мне повезло больше, чем всем остальным. В планах Александра достойно представить свое предприятие на уровне «Газпрома». Конкурс состоится уже в конце сентября этого года. Елена Мельникова, Николай Зудов, медиапроект «Первый уренгойский» специально для НУР-24. Глава города встретился с победителями грантового конкурса среди молодых педагогов. Из 12 учителей нового уренгоя определили 6 финалистов. Конкурс проходил в три этапа. Его цель – выявить талантливых и творческих учителей, а также поддерживать новые идеи в образовании. Андрей Воронов выручил победителям сертификаты на 50 тысяч рублей каждый. Их можно потратить на курсы повышения квалификации. Одним из финалистов стал учитель русского языка и литературы школы номер 3. Руслан Мамакин рассказал о своем проекте. Мой проект заключался в синтезе урока музыки и литературы, то есть развития смыслового чтения на основе лирико-музыкального анализа. То есть мы с ребятами занимаемся тем, что помимо смыслового анализа текста, еще и прибираем к нему озвучение. За чашкой чая Андрей Воронов поздравил также и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и преподавателей, которые готовили ребят. Достижения у нового уренгойцев высокие. 97 ребят вышли на региональный этап Всероссийского конкурса. 37 стали призерами, а 7 человек – финалистами. Правительство расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь в них могут участвовать выпускники медицинских вузов, которые вернутся работать в родные села и поселки городского типа с населением не более 50 тысяч человек. Ранее это мероподдержки оказывалось только тем, кто переезжал работать на новое место. По этой программе медработники единовременно могут получить от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от квалификации и региона проживания. Для получения компенсации необходимо заключить трудовой договор не менее чем на 5 лет. На майские праздники россияне отдохнут 8 дней, но с перерывом на работу. Выходные дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 4, 5 и 6 рабочие дни. О досуге северян позаботились местные организаторы мероприятий. С 29 апреля по 1 мая в Новом Уренгое проходит акция «Мы вместе». Стартовала она с дня бесплатного кино во Дворце культуры «Октябрь». А 30 апреля новые рингойцы смогут бесплатно посетить выставки городского музея изобразительных искусств. На молодежной 17 Г гостей ждет новая фотоэкспозиция «Снимаем все». А в арт-галерее музей на молодежной 3 работает выставка «Арктика в огне», посвященная Великой Отечественной войне. 1 мая в 12 дня на городской площади начнется праздничный концерт «И снова на душе тепло». А также акция по бесплатному обмену книгами «Общегородской буккроссинг». Фанаты волейбольного клуба «Факел» сообщили на страничке своего паблика во Вконтакте о том, что команду покидает ее капитан Тимофей Жуковский. Болельщики опубликовали интервью с волейболистом и рассказали, цитирую, «К сожалению, наш кэп покидает команду в межсезонье». Попрощались с Тимой и заодно расспросили его о игре в «Факеле». «Играть в волейбол пока у меня здоровье еще, пока стою еще на ногах, пока еще смогу играть, буду играть, наверное. Я бы хотел, конечно же, остаться в волейболе, либо тренером, либо, может, тим-менеджером какой-нибудь команды, потому что, ну, это вся моя жизнь». Тимофей Жуковский, связующий из Хорватии. До перехода в Новорингойский клуб он играл за команды родной страны, а также Италии и Германии. О том, куда переходит Жуковский, неизвестно. Официальную информацию об уходе капитана представители «Факела» не подтвердили.